МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Мы продолжаем юбилейный цикл передач, посвященный 55-летию гостелерадиокомпании Хакаси. Пришло время встретиться с теми, кто посвятил свою жизнь телевидению и вспомнить тех, кто стоял у самых истоков. Сегодня гость в нашей студии Воронцова Надежда Семеновна. Она была администратором киногруппы, занималась монтажом кинопленки и в последние годы работала заведующей фильмотекой. Надежда Семеновна, здравствуйте! Здравствуйте! Надежда Семеновна, спасибо огромное, что нашли время прийти к нам в студию. Давайте вспомним, как все начиналось. На телевидение вы пришли в 1967 году. Помните первое впечатление, ощущение, что вы причастны к чему-то такому очень серьезному, глобальному? Да, конечно. Начинала я с апреля 1967 года. Начинала работу свою на радио. И, между прочим, хочу сказать, что тогда радио-то было главным. Организация, куда я пришла, устроилась работать, называлась Комитет по радиовещанию и телевидению. Годы шли, телевидение стало уже побеждать, и потом стал называться наш Комитет, Комитет по телевидению и радиовещанию. И в один день все, кто работали в этом Комитете, были уволены из Комитета по радиовещанию и телевидению, и все приняты были в Комитет по телевидению и радиовещанию. Мы знаем, что вы были администратором киногруппы. А кто же вас перевел из радио на телевидение и поручил такую ответственную работу? Потому что быть координатором, это без привлечения, можно сказать, что от вас зависела слаженная работа операторов, журналистов, вообще новостей и материалов. Это сделал, конечно, председатель, тогда был Марк Нестерич Маслов. Вот хочу сказать несколько слов о том, что человек был, ну, человечный, вот можно сказать. Если в рабочее время, вот где-то мы встретимся с ним на улице, он сделает вид, что тебя знать не знает, ты не знал никогда и знать не хочет. И вот он, значит, меня направляет туда, в киногруппу. Киногруппа, мужчины были там серьезные такие. Себе цену знают, их даже где-то побаиваются. Я молодая, Марк Нестерич так на меня смотрит и говорит, вот, ну, не знаю, как. Нет, ты справишься, справишься, справишься. Пришла я туда, встречена была очень хорошо. Пришла я туда Надей, потому что была молодая, была просто Надя. И замечаю, кто-то приходит, там спрашивает Надю. Мои эти рыцари говорят, какая Надя? Никакой Нади здесь нет. А кто у вас у нас? Надежда Семеновна. Если звонят по телефону, значит, то же самое слышу. Какая Надя? Ну, какую Надю ты спрашиваешь? Вот когда скажешь, что Надежду Семеновну пригласили к телефону, вот тогда поговоришь с ней. Так я стала Надеждой Семеновной. Надежда Семеновна, мы знаем, что у вас просто какая-то уникальная ситуация, связанная с работой, с вашей судьбой. Ведь именно здесь у вас появилась названная сестра, это так? Совершенно верно. Расскажите. Названная сестра, она у меня и сейчас есть, мы дружим. Работали мы вместе и не знали, что мы вот так связаны. И это Альфия Петровна Фисенко. Однажды ее выбрали председателем местного комитета. Тогда профсоюз был, местный комитет. И однажды она приходит ко мне в кабинет и говорит, Надежда Семеновна, а мы с вами, оказывается, родились в один день. Я говорю, я родилась в Минусинске. Она говорит, я тоже в Минусинске. Тогда была жива моя мама. Мы в выходной поехали туда, и вот это я рассказала. И мама мне рассказала, что оказывается, ну, Минусинске один роддом. Лежали они в одной палате, и кровати стояли рядом. И Альфия Петровна родилась немножко раньше, минут на 40 раньше. Сначала родилась она, а потом родилась я. И с тех пор мы стали названными сестрами, стали мы дружить до сих пор. Ну, это история подтверждения тех слов или того мнения, что гостелерадиокомпания в те времена была настоящей семьей. И здесь работали настоящие родственники. Да, да. По крайней мере, родственные души. И мы жили как, вот знаете, действительно, как одна семья. Друг другу помогали, друг с другом. Ну, все было у нас. Но есть ведь еще одна история, расскажите о ней. Связанная уже со школьными годами. Да, это так. Значит, вот было юбилей школы. Я училась, жила в Минусинске, училась в школе номер 3. Школа передовая, она и до сих пор такая. И был юбилей, 50-летие школы. Я туда приехала, сижу, смотрю, Володя Кугушев сидит. Потом, когда торжественная часть кончилась, подхожу к нему и спрашиваю. Володя, ты по заданию редакции здесь? А он такой гордый. Нет, я учился в этой школе, я ее закончил. Стали мы разговаривать. И оказывается, вот знаете, мы в свое время, когда вот в 10 класс мы пошли, мы были такие активные, мы прежде чем идти на перекличку, мы пришли к директору школы и попросили нам дать списки первоклассников, кто пойдет в школу, и их адреса. И между собой мы распределили этих ребятишек, и мы приводили. Ну, мамы тут с папами шли рядышком, а мы за ручку приводили этих детей. Я помню, что я мальчика приводила. Мы привели, мы им показали школу, мы все рассказали, что школа передавая, что вот мы сейчас последний год здесь учимся, а вы первые начинаете, мы в ваши руки передаем эту школу, все, что у нас здесь есть, чтобы вы держали на том же уровне. Разговорились. Оказывается, вот этот мальчик, которого я приводила в школу, это оказывается Володя Кугушев. Кто бы мог знать, да? Да, кто бы мог знать. На ГТРК вы проработали почти 30 лет. Это целая жизнь. Да, заканчивали вы заведующей фильмотекой, по-другому это, можно сказать, архивариус, да? То есть вы были ответственны за сохранение истории, сохранение кадров архива. Это так? Это так. Если кадры, которыми вы особенно дорожите, вот, может быть, наиболее ценные, на ваш взгляд, что вы сохраняли в архив? В архив сохраняли, ну, много чего. Вот, вы знаете, даже сейчас вот так вот сказать, оно все было ценно. Все было ценно. Потому что люди работали, люди же снимали кого? Передовиков, лучших людей. И они к нам приезжали и куда-то там ездили, их снимали и привозили сюда. Надежда Семеновна, завершая нашу беседу, последний вопрос. Подскажите, какими были эти годы? Вот, несколькими словами вы могли бы описать? Да это было счастье, это была радость, это была молодость. Все здесь было. И семья, и вот эта семья, и дети, и дети наших вот работников. Многие знают, Толя Коков. Его отец Георгий Коков был диктором радио, а Толя Коков был потом тоже диктором радио. Эти 30 лет я проработала. Под этой крышей сказать не могу, потому что крыши были разные. Там с наводнением связано по-всякому, по-разному. Но я вот иногда вспоминаю, вот последнее время анализирую, и вы знаете, не могу вспомнить случай, чтобы на меня кто-то когда-то повысил голос. Но я также не могу вспомнить случай, чтобы я на кого-то когда-то повысила голос. Вот такое взаимопонимание было прекрасное. Замечательно. Спасибо огромное, что вы поделились своими эмоциями, воспоминаниями. Сегодня они особенно ценные. Гостелерадиокомпании «Хакасия» 55 лет – это целая жизнь. Да, это целая жизнь. И моя жизнь тоже, можно сказать, целая. 30 лет – это ведь не просто так. Спасибо еще раз. Сегодня с Воронцовой Надеждой Семеновной мы вспомнили удивительные годы творческого роста и общения, становления телевидения «Хакасии». Вспомнили и тех, кто стоял у самых истоков. Все они – уникальные личности, легенды республиканского телевидения. И таких людей еще немало. Обещаем, о них мы будем говорить еще не раз. Смотрите нас на канале «Россия-1». Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова